Здравствуйте, дорогие друзья! Вот начинается сентябрь месяц, лето заканчивается. Ну а в сентябре у нас продолжается период ретроградности. Но вы не забывайте, что ретроградность не должна никаким образом влиять на то, что вы должны подписываться на канал, ставить лайки, вподобайки, нравлики. Если вы это не будете делать, то приходится каждый раз сужать меру звездности в вашем гороскопе. Ну а звездность гороскопа всегда соответствует тем жизненным реалиям, которые происходят в вашей жизни. Итак, конечно, будут тормозиться некоторые ситуации, пересматриваться. До середины месяца будет Меркурий ретроградный, Венера из ретроградности выйдет только после 5-го числа. А поэтому это тот самый период, когда не стоит активно приступать ко всякого рода делам. Я бы вообще запретил бы на начало учебного года, и раньше, чем 15 сентября, его бы не открывал бы. Но школа зовет в бой. А поэтому хороший месяц, чтобы отдыхать, оглядываться в прошлое, пересматривать свои решения, менять отношения к каким-то ситуациям. Ну и самое лучшее время, чтобы уехать в отпуск в те самые места, где вы бывали раньше, потому что на ретроградной Меркурии лучше всего отдыхается в знакомых местах. Итак, Венера выходит из ретроградности 5-го числа, а уже из статичности 8-го сентября. Поэтому можно уже после 8-го сентября заключать браки, отношения, деловые партнерские. Ну, наверное, деловые партнерские уже после выхода Меркурия из статичности 18-го сентября. У нас 15-го выходит из ретроградности, а с 18-го числа из статичности. Кроме этого, в сентябре становится ретроградным еще и Юпитер. И поэтому на международной арене, с которой связан Юпитер, будут пересматриваться всякие ситуации, связанные с нашей страной, с Украиной, с мировой экономикой, возможности на помощи Украине в том числе. Но это период статичности Юпитера будет происходить с 1 по 7 сентября. Юпитер это всегда символ закона, поэтому не рекомендую вообще подавать в судебное разбирательство, ходить в какие-то законодательные структуры в первую неделю сентября. Во всем этом, может быть, не успех. Подойдите на кого-то в суд в первую неделю сентября, ну и суд будет длиться десятилетия. Понимаете, почему я? Потому что Юпитер будет абсолютно статичен на небе и он не двигается так, и не будут двигаться ваши финансовые дела. Поэтому Дмитрий Гордон, который сейчас подаст в суд на Парвара Лизнюка, скорее всего, никакой суд не выиграет. Ну, я слышал, что он собирается на него подавать. Итак, в сентябре месяце ни одна из планет с заключением Солнца не будет менять свои знаки, что говорит о том, хорошо, адаптивность у нас будет присутствовать. Все, что было, значит, и в августе месяце будет какими-то темпами продолжаться. Меркурий все еще идет под знаку Дьявы, своему родному знаку Зодиаку, где успеет навести порядок и проанализировать прошлый опыт. Особенно благоприятно для Дьявы это будет, ну, по знакам Зодиака у нас будет отдельная передача. Меркурий в Дьяве очень осторожен, расчетлив, аккуратен. Поэтому в сентябре у вас все еще будет возможность исправлять старые ошибки, особенно в первой половине месяца. Разобрать все детали, сделать верный анализ, не выпуская ничего важного. Поэтому супер классный месяц для аналитиков, особенно политических аналитиков, потому что то, что они сейчас совершают всякого рода ошибки, что Украина не дойдет до Азовского моря, не зайдет в Крым. Все это абсолютная чушь и вранье, дорогие друзья. Итак, Меркурий в этом месяце будет делать только гармоничные аспекты. Поэтому то, что касается учебного материала, повторение мать учения на ретроградном Меркурии будет очень сильно работать. И пересдавать экзамены, особенно до 15-го числа, будет супер классно. Кто не сдал экзамены и не смог перейти на следующий курс в высших учебных заведениях, то как раз это прекрасно делать в первой половине сентября. Также будет прекрасный аспект у нас День веры и надежды в людей с Ураном 30-го сентября. Поэтому спонтанные какие-то браки можно как раз организовывать на 30-е сентября. Там вообще супер классное расположение планет. Ну а индивидуально всегда обращайтесь ко мне. Может лично вам 30-е сентября не подходит. И у вас в этот день будет угрожающая комбинация планеты. Обратитесь ко мне, я вам подберу идеально в зависимости от даты, времени, места рождения. Когда лучше, чего вам организовывать бизнес или подписывать брачные документы или по-партнерски. Итак, на ретроградной Меркурии вообще лучше не начинать новые учебные процессы. Лучше завершать старые. Поэтому до примерно 17-го, 18-го сентября лучше ничего не начинать. Не начинать изучение новых иностранных языков. А вот возобновлять учение, если вы когда-то забросили изучение английского, испанского, итальянского. Или, я не знаю, сербо-хорватского. Или еще какого-то языка. То можно восстанавливать все эти ситуации как раз в сентябре месяце. Венера все еще будет идти в знаке Льва. Поэтому знак Льва все будет благосклонен к нему. Будет любовная атмосфера, счастье. В знаке Льва это всегда, когда находится Венера, благоприятные всякие скоротечные романы. И вот уже 4-го сентября Льва будет проходить в директном положении. И будет уже давать нам хорошие ситуации для новых знакомств. Если до этого были более старые знакомства, благоприятные. То в конечном итоге все-таки уже новые знакомства после 5-го числа будут наиболее благоприятные. Также у нас будет Новолуния в этот раз 15-го сентября. Значит, в 4.40 нужно рано проснуться, задумать все свои планы, проекты, мысли, что вы хотите на ближайшие половины месяца. Начиная с 15-го по 30-го сентября. Вот. Новолуния, кстати, будет происходить в 22-м градусе Дивы. А 22-й градус Дивы у нас связан со всякого рода сексуальностью, страстностью. Поэтому все вот эти ситуации, связанные с любовью, будут в ваших устремлениях, планах и проектах иметь ощутимую реакцию. Также у нас будет урожайная полнолуния 29-го сентября, прям в 12 часов 57 минут, в 6-м королевском градусе. Поэтому вот хороший, наверное, нас ждет урожай. В этом году, наверное, один из самых благоприятных периодов. Значит, по-разному называют это полнолуния, ореховая, кукурузная, осенняя и другое. В любом случае это будет у нас урожайная полнолуния. И благо, что мы уже взяли урожай. Итак, сентябрь в целом может таить в себе много разных неожиданностей. Да и ближе к полнолунию влияние урана еще не снизит свою силу. Да, и Венера уже не будет такой троградной. Но будет немного поражаться ураном, поэтому все еще можно ожидать неожиданности в сферах отношений, партнерства, финансов, да, в самом конце месяца. В полнолунии, значит, в конце месяца, да, это 29-30 число, будут подниматься, значит, на оси обе лесы, да, будут подниматься вопросы отношения с собой, с миром. Энергия этого полнолуния будет очень такая вспыльченная, огненная, можно вообще бить всякого рода горшки, да, вот как побили совсем недавно с собой фиги на арестовище. Вот поэтому, не дай бог вам, дорогие партнеры, деловые партнеры, побить горшки в конце сентября месяца, да. Импульсивность может сдвигать с другой стороны вашу точку с мертвой, вашу жизнь с мертвой точки, но все же стоит действовать быстро, да, потому что есть большой риск совершить, сделать неверный шаг. Итак, значит, первые три недели с сентября у нас отмечают дни рождения представителей знака девок, у которых будет супер шикарный месяц, и нас ждет осеннее равноденствие 23 сентября, после чего солнце приходит в зодиакальный знак весы, и весы начнут выходить из такого сложного пике этого периода своей жизни. В плане делового гороскопа планета от деловой активности Марс в сентябре будет идти по знаку весы в ослабленном состоянии, не выделяясь особыми точными аспектами, ну, это, наверное, самое лучшее время для делового партнерства, да, и кто давно хотел объединиться в пару, это хорошее время, чтобы делать это, да. Марс в весах находится в изгнании, поэтому, значит, это один из самых неуютных знаков для планеты деловой активности, военные действия в том числе, да, и поэтому могут быть колебания как на фронте, так и неожиданные прорывы, да. И сентябрь – поворотный месяц для украинцев, особенно, когда Меркурий станет директным, и в 20-х числах там могут быть совершенно неожиданные ситуации, особенно на полнолунии, связанные с Ураном, да, вот, вблизи 29-30-го числа. Да, да, вот, и какая же, может быть, польза извлечена из массы прохождения по, значит, знаку весов, что в сентябре дела могут идти в гору, если вы будете действовать сообща, разделять обязанности, делегировать всякого рода важные задачи сотрудниками, да, главное не решать все в одиночку, а просить совета у других. Если вы планируете новое дело, подумайте много раз, ведь сентябрь – это время ретроградных планет, и только что-либо можно после 17-го числа, да, немного вздохнуть свободно и каким-то образом что-то новое организовать, но я вообще считаю, что еще лучше это сделать где-то, значит, в 20-х числах сентября. По возможности вообще лучше ничего важного не начинать, идите отдыхайте, да, на куда-нибудь, на курорты, на воду, какая-нибудь Савалява, да, на Карпаты, а еще лучше где-нибудь на Черное море, тем более, что в Одессе открылись пляжи, очень хорошие новости, да. И море соответствует, как говорится, значит, природным охранным критериям, да, то есть она теперь уже у нас не грязная. Кто сейчас в поиске работы в сентябре месяце, могу посоветовать очень осторожно подходить к переговорам, да, интервью, документам, выполнение разных пробных заданий вплоть до 17-го, 18-го сентября. Вы, скорее всего, найдете временную работу, если устроитесь, чем, если, ну, до 17-го числа, да, чем постоянно. Если же вы хотите постоянно, то лучше приступать к новой работе где-то в конце месяца в 20-х числах. Иначе вы можете очень быстро разочароваться, и быстро поменяйте работу, если устроитесь на ретроградном Меркурии. В любом случае найдутся те, кому больше повезет, но если брать в целом период этот не слишком удачен, ставьте больше ставок все же на вторую половину сентября. Вот, что касается финансовых вопросов, этот месяц нельзя назвать удачным для их решения, да. Разве что вы хотите закрыть какой-то старый вопрос, который тянется из далекого прошлого, да, особенно где-то с весны. Вот, поэтому хорошо отдавать долги, настаивать на том, чтобы вам вернули долги, хорошо возвращаться к старым вопросам. Единственное, вот, в дни, когда не стоит вообще, как бы, какие-то бизнес-дела организовать, это с 1-го по 7-е число, с 13-го по 17-е число, и критический 29-е сентября, тоже такой у нас довольно-таки критичный день в целом для бизнеса, каких-то важных встреч, решений и тому подобное. А в плане любого гороскопа, значит, Венера выходит из ряда движения, как я уже сказал, 4-го сентября, поэтому уже можно начинать старт осенним браком, да, но все же она будет еще выходить из своей петли и будет продолжаться, находиться в ней все еще целый месяц. Поэтому еще более благоприятно, наверное, отложить брак и на следующий месяц, да, иначе вы можете находиться в петле Венеры, что может быть не очень хорошо. Также у нас будет в сентябре делать Венера напряженные аспекты с Юпитером в плизи 17-го сентября, то есть это между 15-м и 20-м, да, и 29-го сентября с Ураном. Это, значит, сложные ситуации могут быть в плане любви, отношений, когда лучше, значит, свидание назначать, это с 27-го по 29-го сентября на сходящемся аспекту, да. Могут быть всякого рода неприятные сюрпризы, разногласия, недопонимания, неприятность течения обстоятельств, резкие разрывы, вот они сильно могут повышаться к самому концу месяца, да. Впрочем, новые знакомства едва ли будут успешны, многие будут стараться казаться лучше, чем они есть на самом деле, а вот когда Венера будет выходить из петли, ситуация может показаться, значит, совершенно иным, да, с тем человеком, с которым вы встретитесь в сентябре месяц. Поэтому будьте внимательны в сентябре месяце в своем выборе и не верьте красивым оберткам, особенно в Инстаграме, где-нибудь, да, каким-то сладким обещаниям, властовству, вот, это, как-то, самый воздушный шарик, который может в любой момент раздуться у вас, значит, в ближайшем будущем в сентябре месяце, да. В плане поезда, когда лучше отправляться в дорогу, то сентябрь, конечно, нельзя назвать удачным месяцем для супердальних поездок, да, так как достаточно много дней, где поездки вообще нежелательно начинать, да. Особенно с 1 по 7 сентября, когда статичный Юпитер, поэтому все загранпоездки лучше в это время отменить, да, это дни, когда лучше отложить оформление документов для выезда, для визда, да, поиска жилья, покупки билетов, транспорта, да, могут все дела тормозиться, ну, и самолеты, особенно над Шереметьево где-нибудь, да, там, или внуково могут не долетать. Поэтому россиянов предупреждают. До 18 сентября будет ретроградный, статичный ретроградный Меркурий, также в это время не очень удачно для путешествий, есть риск задержек поломок транспорта, недоразумений, опозданий, да, особенно исключено начало поездки в статичности, при статичности Меркурия, это с 13-18 сентября. В целом на ретроградный Меркурий можно отправляться в те места, в которые вы уже бывали, как я и говорил ранее, да, более удачные дни начала поездок, я вам могу сказать, на море, там, или в санатории, дома, отдых, это лучше всего отправляться 8-9-10 числа, 21-27-28, да. Поездки куда-нибудь в горы, в Карпаты, это 23-24, важные какие-то, значит, семинары, тренинги, конференции, 21-25-26 число, коммерческие деловые поездки очень хорошо решают 23-24, ну и повторю, самые неблагоприятные дни, когда вообще не стоит выезжать, это с 1-го по 7-го, с 13-го по 20-е, и 29-е число тоже не очень благоприятно. Итак, что рекомендуется в этом месяце делать, это повторять пройденные материалы в учебе, да, сдавать повторные экзамены, возвращаться в те вузы, которые вы давно покинули, хорошо, значит, для образовательных программ прошлого, да, анализировать прошлый опыт, исправлять ошибки, прощаться с прошлым и лишним, да, ну и самое главное, находить своего партнера в жизни, работать в паре, в сотрудничестве, и для деловых партнеров это лучше месяц, да, самое главное, что научитесь делегировать и распределять обязанности, даже если вы Овин или Кайзеров, которые будут работать всегда сами по себе или в Адалиле. Итак, мне рекомендуется начинать совершенно новые образовательные программы, делать крупные покупки, особенно касаясь этой недвижимости, особенно в первой половине месяца, ну и выяснять отношения с партнерами, особенно в конце месяца могут быть неожиданные разводы, расставания, и вы можете побить все горшки. Ну а с вами был астролог Влад Рос, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, канал Влада Роса, да, и, конечно же, заходите на мой сайт владрос.ua, ссылочка под описанием этого видео, там вы можете заказывать натальная карта рождения, узнавать свой годовой гороскоп соляр, и даже устанавливать себе королевскую комбинацию, королевский градус на следующий 2024 год. И у вас все случится. Субтитры сделал DimaTorzok